Цикл годичный чтения Торы выстроен таким образом, чтобы она, вот эта глава, непосредственно предшествовала чтению Роша Шона, наступлению Роша Шона. Ведь Роша Шона, я с Божьей помощью сделал отдельный урок про Роша Шона, но Роша Шона это судный день. Когда-то, когда я был маленький, почему-то Йом-Кипр, день искупления, день очищения, называли это судным днем. Я до сих пор могу понять, почему. И Йом-Кипр, день искупления, день очищения, и он никакого отношения к судному дню не имеет. Суд происходит, естественным образом, в Роша Шона, ибо о причинах этого мы поговорим, почему именно Роша Шона является днем, когда выясняется судьба всего человечества и судьба мироздания в целом. И преимущественно, как вы понимаете, материальные аспекты бытия, материальные аспекты существования. И этот день действительно является судным днем. И перед этим, естественно, есть смысл напомнить нам о самых важных принципах, которые дают нам возможность жить. И дают нам возможность, я бы сказал, благоденствовать. Это понятие свободы выбора, это понятие шувы, и это предсказание, которое дает нам наша святая Тора относительно нашей будущности. А наша будущность, она, естественным образом, она радужна и великолепна, потому что, помните, как Жванецкий говорил, что с человеком не делает, все равно идет на кладбище. Так вот, на самом деле, с точки зрения иудаизма, что с человеком не делает, что с людьми не делает, они все равно идут к Машеху. Там мы все равно идем к светлому будущему, которое неизбежно, как то, что было написано на плакате, который, я помню, в детстве висел во многих местах в нашем городе, на милом украинском языке, было написано «Перемоа коммунизму неминучше». Будет победа здравого смысла над идиотизмом, света над темнотой. Да, и вот это вот будет то самое светлое будущее, которое мы все ожидаем и которому идем. И это переход от главы Кисовой, которую мы посвятили в прошлое занятие, в которой концентрированный ужас, последствия человеческой глупости и несовершенства. От нее идет переход к нашей главе, и это переход фантастической красоты и ласки. Потому что тебе объясняют несколько вещей. Первое, что ничего не пропало. Второе, что все зависит от тебя. Третье, что ты свободен в выборе своей судьбы. Четвертое, что Бог добрее, чем справедливее. И поэтому с Божьей помощью все закончится успешно. Или потому что Бог обещает, что мы поумнее, и так вроде написано в нашей главе. Хотя мне трудно быть оптимистом, глядя на себя в зеркало, так сказать, и, так сказать, наблюдая за окружающим. Но Богу виднее как-то, да. Я привык считать, я привык быть уверен, что Богу виднее. И он считает, что у нас все будет хорошо. И обо всем этом говорится в нашей главе. Я бы сказал, что это наша глава, это глава надежды. Это очень светлая глава. Она нафарширована вот этими вот эмоциями, которые очень расстроят паразитов. Потому что когда тебе подробно и четко объясняют, что каждый сам куев свои куйни, и что мы, соответственно, пожинаем то, что посеем, это очень расстраивает людей, которые бы хотели, чтобы их, независимо от них самих, вели по жизни. И наша Тора Святая, она объясняет, что это не работает. Человек, он себя делает. И, соответственно, делает и тот мир, в котором живет. И, соответственно, вот все это вместе, по совокупности, является человеческой жизнью. Да, естественно, обстоятельства и условия, они нам даны. Но наш отклик на эти обстоятельства и условия и способ нашей реакции, он, на самом деле, не задан от слова совсем. И именно об этом наша глава. И наша глава объясняет четко и недвусмысленно, что на самом деле и благословение, и проклятие – это понимание происходящего, а не объективной реальности. Потому что то, что одни воспринимают как благословение, другие вполне могут воспринимать как проклятие. То, что одни просят на себя, другие умоляют от них отвести. Ведь мы реагируем на мир, в котором живем, двумя способами. Или инстинктивно, или осмысленно. То, что тебе предлагает здесь Тора, то, о чем говорит здесь Тора, она говорит о том, что реакция осмысленная, она предпочтительнее, чем реакция интуитивная. Потому что интуитивная реакция, она как раз и не говорит о том, что мы имеем дело с человеком. Ибо любая тварь реагирует на окружающую среду. Любая тварь следует какими-то заложенными в сути ее существования, потребностями питаться, размножаться, защищать себя от угроз. Если даже в осложненном нашим, так сказать, сознанием поведении, потому что мозги ты никуда не денешь, и даже если в осложненном нашим сознанием поведение, мы все равно по мотивам и по желаниям и по восприятию мира не отличаемся от гамадрила, то в таком случае на самом деле как бы человеческое во мне очень плохо задействовано. И поэтому наша глава, она вся говорит именно об этих вещах, которым мы посвятим наши беседы. Да, о свободе выбора, о перспективах, о том, что с человеком должно быть. И начать надо на самом деле с всей этой нашей студии, а у нас удивительным образом получается, что у нас, извините за токологию, повторение беспредельного, все у нас, я все-таки не текст читаю, думаю. У нас получается две недели мы будем обсуждать главу Ницовым в Аейлах. Но глава в Аейлах, она на самом деле там всего тридцать псуки, там всего тридцать стихов Торы. Очень короткая. Самая короткая глава Торы. И мы две недели будем тут топтаться, и поэтому у нас будет время и поговорить, и обсудить, и обсудить разного рода вещи, которые стоит обсуждать как раз сейчас. Ибо нам остаются считанные дни до того самого дня суда, когда, как говорит Мазар, как говорят наши в написанном тексте на молитвы, когда все сущее проходит перед ним, как стадо проходит перед пастухом, который своим посохом отделяет одних животных от других. Кого-то бракует, кого-то в элиты, кого-то в стадо. И вот это вот и есть вот тот самый день Роша Шона, к которому все подходим. И естественным образом глава Ницовин, которая была произнесена вообще все, вплоть до конца нашей святой Торы, все эти тексты, они были произнесены в один день. Это все условная разбивка, как вы понимаете. все это было сказано, вот когда вот эти вот все главы были сказаны седьмого Адара в день смерти Мойши. Это и есть то, с чем он расставался, это завершение соответственно предсмертной его речи, предсмертного обращения. И начинается вот это завершение вот Ницовин со слова, которое на русский язык в принципе не переводило. Антем Ницовим айом кулхэм фашэхэм, шефтехэм и так далее. Вы Ницовин сегодня все. Что значит Ницовин все? Вы стоите, но не просто стоите. Слово Ницов, оно на самом деле просит у меня ссылку. Сейчас попробую прорваться и дать ссылку. А сегодня в офисе выходной и сегодня некому давать ссылку. Я должен был дать ссылку. Хорошо. Где же эта ссылка? ? Потому что спецфcare Продолжение следует... 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 И вот это стояние говорит наша святая Тора, что вы стоите все сегодня перед Господом вашим Богом, главы ваших колен, ваши старейшины и стражи, каждый человек из народа Израиля, ваши дети и жены, переселенцы, живущие среди вас, Адарвасек, Адвардонос. У меня идет перечисление десяти категорий, которые стоят. Вот это вот стояние, о котором идет речь. Вот это десять категорий, которые обобщенно охватывают весь еврейский народ. И все комментаторы естественным образом задают резоннейшие вопросы. О чем речь? Если сказано «вы стоите все», почему дальше нужно перечисление? Ведь это на самом деле очевидно. Если все стоят, то все стоят. А если начать перечислять категории, то разве перечисленными категориями исчерпывается еврейский народ и примкнувший к ним? И это тот урок, который очень любил, подчеркивает Любович Старак. Он говорит, дело в том, что здесь Тора рассказывает нам о важности каждого. Что когда мы говорим обо всех, зачем надо после этого перечислять? Чтобы сказать, что нет лишних и нет нефункциональных. И что у меня от все эти категории, каждая из них, она уместна на своем месте. То есть, если сапожники решают, что они главы колен, у нас начинается проблема. Если главы колен решают, что они сапожники, у них начинается проблема. Если сапожники, помните знаменитый рассказ Зощенко о том, как спорил главный режиссер и осветитель, кто из них главнее в театре? И каждый из них пытался доказать, что без него спектакля не будет. И все они были абсолютно правы, что интересно. Так вот, это то, что тебе говорит наша глава. Разделить еще разделение, конечно, с рассказом Зощенко. У нас нет лишних. И каждый из нас абсолютно незаменим и нужен. Причем каждый в своем качестве. Человек должен стараться реализоваться. И, как говорит моя мама, да, что дурак отличается от вредителя только местом работы. Да, то есть, если человек занимает мне свое место, то есть две проблемы. Он не занимает свое и занимает чужое. От этого плохо всем. Да, и говорит нам наша святая Тора, что каждый человек должен стараться выложиться. Каждый в своем качестве. И он должен достичь максимума того, что ему дано. Использовать на полную катушку свои возможности, способности. И его амбиции должны быть в самореализации в том качестве, которым он является. И мы все вместе с таким подходом покрываем все поле. Вот это и есть то, что тебе хотят сказать. Точнее. Тебе хотят сказать, что нету тех, без кого мы могли бы обойтись. И поэтому все должны понимать, что когда мы говорим об общности, и это очень-очень-очень важно. Когда мы говорим об общности, то есть ощущение, что когда в совокупности мы из себя что-то представляем. А каждый винтик, он бессмысленный. Но, кстати, если продолжить аналогию с винтиками, которые так любили в Советском Союзе, то надо сказать, что выпавший винтик может привести к тому, что рухнет вся конструкция. Поэтому винтик, даже если он действительно винтик, а не только в своем сознании винтик, он совершенно необходим на своем месте для того, чтобы вся махина работала. И поэтому у человека не должно быть ощущения собственной ненужности или незначительности. Всевышний так устроил этот мир, что каждый из нас на своем месте, он функционален и он незаменим. Как об этом сказано. Обязан каждый человек сказать, что для меня создан этот мир. Каждый человек, он цель творения. Не человечество в совокупности, а каждый человек в отдельности. Он смысл цель творения. Да, он не единственный смысл, он не единственная цель. Но это не снижает его величие и его значимость. Другой вопрос, что человек может не дотягивать до самого себя, но это отдельная проблема. Это и есть то, о чем мы говорим в нашей главе, когда я сказал, что это глава надежды. Потому что здесь говорится о выборе и здесь говорится о раскаянии. Точнее исправления. И вот эта вот идея важности как сообщества, так и индивидуума. Их взаимной зависимости и незаменяемости. И том, что у Бога нет большого и малого. Потому что большое и малое есть у сопоставимых вещей. У Бога, у которого нету ни рамок, ни границ, нет ни великого, ни малого. Это ответ многим не очень умным людям, которые считают, что Всевышний занимается только важными вещами, а все остальное его не трогают. Так вот, для Бога нет важных вещей. И для Бога нет неважных вещей, как хотите. Потому что Он бесконечный, Он всемогущий. Он не меряется и не меряет нас. Каждый из нас, Он ценность удивительная и незаменимая. Рассказывает Талмуд, что Елель, великий старец Елель, один из создателей одной из двух школ, создавших иудаизм, школа Шамая, школа Елея, который был великий Елель, он говорил, если меня там нет, то там ничего нет. О чем он говорил? О храме. Он говорил, что мой мир, он всегда в моем сознании. Я живу не в объективном мире, а в мире, который воспринимается мною. И если я себя убираю из этого мира, этот мир перестает существовать. Он перестает существовать, потому что тот мир, в котором я живу, он только мой мир. У любого другого другой мир. И поэтому я в состоянии быть хозяином в этом мире. Мой мир единственный, уникальный и неповторимый. И это никоим образом не умаляет единственностью, уникальности и неповторимости мира каждого из нас. Но никто из нас не живет в объективно существующем мире. Мы все живем в своем, продуцируемом нами и воспринимаемом нами. И в нем нет больших и малых. В нем есть то, что я воспринял и в него внушил. И поэтому вы стоите сегодня все. Вот каждый из нас, целый мир, единственный и неповторимый, в ряду к себе подобных миров. Мы все можем быть таковыми только потому, что, да, как говорится в тексте, «Вы все отемни цови моем кулхэм лифнеа вайлай кехам» перед Господом Богом вашим. Когда это наполняется смыслом? Когда это действительно так? Тогда, когда это перед Господом Богом вашим. У нас свои проблемы. Мои проблемы, так же, как и у вас, мои и ваши проблемы, они на самом деле очень понятны. Мы не можем поверить ни в ценность, ни в реальность того мира, в котором мы живем. Нашего мира. Мы все время пытаемся, да, объективизировать, да, вот какой мир на самом деле. А его нет, этого мира, на самом деле. Есть только наш мир, в котором мы находимся. Если этот мир перед Богом, если ты отемни цовим, да, вы подтянуты, вы держитесь, вы прямо стоите перед Господом Богом вашим. То в таком случае он функционирует так, как он должен функционировать. Он осмысленно, целесообразно и плодотворно. Потому что я такой. Субтитры сделал DimaTorzok